Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Президент подписал указ, которым обязал в срочном порядке провести конверсию и выдать лицензии на мобильную связь третьего поколения. Своим указом Петр Порошенко постановил до 15 августа подготовить проведение конверсии по освобождению диапазона для внедрения 3G, а Национальная комиссия регулирования связи провести до 30 октября тендеры и выдать лицензии мобильным операторам. При условии надлежащей организации проведения открытого тендера, государственный бюджет Украины от продажи лицензий получит в течение 4-6 месяцев около 3 миллиардов гривен, а Министерство обороны по договору конверсии около 2 миллиардов гривен на развитие системы связи. Прокомментировал указ, Дмитрий Шимкин, заместитель главы администрации президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ. Нацкомиссия уже успела подготовить черновик условий тендера и посчитать стоимость лицензии, учитывая опыт внедрения в других странах. Получилось от миллиарда гривен с каждого оператора. Правда, мобильные операторы не совсем согласны с тем, чтобы платить отдельно за конверсию и за лицензию. Логично предполагаю, что платеж может быть один и задействован сразу по назначению, на нужды армии. Кроме того, желательно это сделать не тремя конкурсами, а выдаст сразу все три лицензии, тем более, что с ценой почти определились, а 3G надо было запускать еще лет 10 назад. Особенно та ситуация, которая на сегодня сложилась в Украине, она потребует негайного финансирования интересов СССР. В связи с этим, мы не уверены, что правильная логика есть, что операторы связи должны обеспечить безперервный грошовый потек на протяжении 4-х годов в интересах предпринимательства, которое сегодня, насколько я понимаю, находится в основном финансовом установке, которое будет производить эти подарки для военных против этих 4-х годов. Безусловно, військовым визначали потребу в этом, но мы считаем, что уряд должен разработать схему, которая бы обеспечила более эффективную и быструю как конверсию, так и утилізацию тих денег, которые способны операторам заплатить. В связи с этим, возникает снова вопрос о важности лецензии. В связи с тем, что нужно наблюдать, как вопрос обеспечения операторов и на саму лецензию, и на конверсию. И та дискуссия, которая была на уровне регулятора в последние несколько месяцев, фактически не просунулася, потому что решение достаточно не принято. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что операторов ставят в зависимости от договорных условий с Министерством обороны Украины, что насправді обмежует операторов взяли в возможности адекватного планувания мереж и инвестиций. Мы не одноразово доносимы нашу позицию до НКРЗІ. Мы публительно говорили, что операторы готовы платить суттєвые деньги не за такий рейс, на котором написано лецензия, а за реальный доступ до реального частотного ресурса и до лецензии новых объектов, который бы дал возможность нам реально планировать строительство мереж и не давать послуги. По моему убеждению, не нужно проводить три отдельных конкурса, а уже 15 августа принять решение и продать сразу три лицензии, пусть это по одному миллиарду, вместе будет три миллиарда, и сразу же эти деньги пустить на конверсию, то есть на повышение обороноспособности украинской армии. Продолжение следует...